Всем привет! Рада очень видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Давайте в сегодняшнем видео поговорим на тему, которая всегда вызывает очень большое количество вопросов. А тема вообще, когда же девушке, женщине в будущем стоит вообще начинать заниматься половой жизнью, когда же будет вот этот срок, что вот пора, вот пора, можно, и, соответственно, женщина будет получать полное удовольствие, полное понимание того, что происходит. Вопрос действительно интересный. Мы часто, мне многие мамы девочек его задают, многие девочки, которые ещё не вступили в свой первый опыт, что когда лучше начинать, да, когда же вот этот срок, да, на часах, когда. Да, давайте сегодня в этом видео разберёмся. Мне очень интересно знать ваше мнение и мужское, и женское, когда же вот подходит этот срок, да. Такой вопрос очень обтекаемый, но тем не менее, то есть это может быть 20 лет, 30 лет, по 17 лет. Когда должно это случиться у девушки. Друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И пишите ваше мнение в комментариях, задавайте мне вопросы. Я обязательно в следующих видео на них буду отвечать. Так вот, у каждой женщины этот срок, безусловно, свой. И каждая из нас, когда уже был опыт половой жизни, начинает думать, а что, вот что-то пошло не так, да, потому что дальше, когда мы говорим проблемы с тем, что у женщины нет оргазмов, что она не получает удовольствия, что у неё есть определённые психологические проблемы, от чего иногда это бывает? Как раз от того, что у женщины был, возможно, негативный опыт сексуальной жизни, то есть какая-то травма была психологическая, и поэтому для неё эта тема очень тяжёлая. И часто, когда женщине задаёшь вопрос, что вот у тебя прошло, да, уже какое-то время, сейчас бы ты вступила, да, в этом же возрасте, многие отвечают, что нет. И вроде мальчик был не тот, и всё было не так, и если бы вот сейчас я была там той двадцатилетней девочкой, то всё бы было по-другому совершенно. Я думаю, что многие из вас ответили бы, что пора вступать в половую жизнь, когда ты встретила вот того самого человека, который тебе нужен. Здесь я бы немножко всё-таки поспорила, потому что, безусловно, для вступления в половую жизнь должна быть психологическая зрелость, потому что сейчас действительно, на мой взгляд, творится такое в обществе немножко странное, да, что делим, опять же, женщины на две категории, те, которые очень рано вступают в половые отношения, и уже к двадцати годам столько шишек набьют, что действительно это, может быть, какие-то беременности, которые закончились абортами, да, это действительно, к сожалению, в нашей практике встречается. Это и различные инфекции, и потом проблемы с беременностью в дальнейшем, и так далее, да, и серьёзные психологические травмы в том числе. Или, наоборот, женщины, которые не вступают в половую жизнь, и они ждут, да, ждут того самого принца, который приедет, прискачет на белом коне, достанет их с восьмого этажа, с девятого, да, и, соответственно, заберёт к себе во дворец, да. Поэтому вот здесь действительно как-то вот нет какой-то вот середины, да, что вот когда этот срок? На мой взгляд, это возраст около восемнадцати-девятнадцати лет. Почему? Я сразу объясню. Да, женщина зреет уже, она там физиологически, да, после полового созревания, у неё есть гормональный хороший потенциал, у неё обычно физиология уже готова, да, к интимной жизни, но, тем не менее, она не готова именно психологически, потому что женщина, она должна понимать, да, на что она идёт, что её ждёт, потому что первый сексуальный опыт, он очень важен для дальнейшей жизни женщины. И когда мы начинаем с пациентками разбираться в проблеме, то часто это потому, что первый раз не понравилось, первый раз было больно, и первый раз было не так, и всё, то есть у человека реально травма на всю жизнь, неважно, сколько даже женщине лет, тридцать, сорок, пятьдесят, эта травма в ней сидит, что это было самое худшее, что могло быть. Я хотела, как в телевизоре, да, что это романтическая музыка, свечи, поцелуи, прелюди, а получилось, как в порно, да, в фильме, условно. И для женщины это травма, потому что она не была психологически к этому готова, да. Также женщины обычно должны понимать, что каждый половой акт может за собой вести, во-первых, это заражение инфекциями, передающимися половым путём, а другой момент – это беременность. К сожалению, к большому моему сожалению, многие женщины этого не понимают, девочки, девушки, да, которые вступают в интимную жизнь. И они думают, о, ну, беременность, ну и что, нет месячных, ну и ладно, ну и будут, да, вы беременны, ну и рассосётся и так далее. То есть практически нет вот такого чёткого понятия и осознания, что если да, вы решили, то будьте добры соблюдать все правила, да, и, соответственно, уже думать и принимать решения. Всё-таки женщина должна быть зрелой и готовой к этому для того, и, безусловно, встретить мужчину, безусловно, которому она будет доверять, которому она может полагаться, да, такую любовь. Пусть она будет первая любовь, да, или там вторая любовь после своего одноклассника. Но, тем не менее, женщине должен очень девушке нравиться мужчина, очень, она должна его любить, только после этого уже вступать с ним в интимную жизнь. Потому что если она мужчину не любит, или там по какой-то причине она решилась вступить с ним в половой контакт, да, заняться сексом, тогда это действительно тема очень серьёзная, которая требует потом дальнейших очень серьёзных разбирательств именно с психологической стороны женщины. Друзья мои, мне очень важно знать ваше мнение. Обязательно мне напишите в комментариях, что вы думаете, когда же этот срок, когда женщина должна вступать в половую жизнь, в каком возрасте. Обязательно мне напишите. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Также я вас всех жду в своём инстаграме, где я выкладываю много интересных новостей, видео и статей. Поэтому обязательно подписывайтесь, ссылочка под описанием к этому видео. А я вас всех обнимаю, целую, всем огромной любви и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok